73-й мемориал воинам, погибшим на полях сражений в Великой Отечественной войне, торжественно открылись сегодня в селе Даниловка Знаменского района. Мемориал поистине уникальный. В Тамбовской области он первый, а во всей стране таких единицы. А все потому, что посвящен он военным разведчикам. На торжественное открытие комплекса приехали временно исполняющие обязанности глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, а также полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Подробнее в сюжете Ольги Сергеевой. С перерезания красной ленточки начался торжественный митинг в честь открытия 73-го военно-мемориального комплекса. Прототипом для бронзового монумента стал уроженец Знаменского района Иван Яковлевич Богданов. Командир отделения фронтовой разведки он в 17 лет ушел на фронт. Полный кавалер ордена славы. С полей сражения ему посчастливилось вернуться домой. Но в 49-м году в возрасте 25 лет он умер. Слишком много ранений получил на передовой. С открытием мемориала сельчан поздравил временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Александр Никитин. Земной поклон, земной поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, за то, что смогли отстоять страну, за то, что подняли ее из руин. Ну и самое главное, воспитали достойных сынов и внуков. Светлая память всем, кто не вернулся к родимому порогу. Памятник уникален и тем, что создан он на средства жителей села. Было собрано 450 тысяч рублей. Люди, которые проводили работы по его установке, тоже делали это исключительно на энтузиазме. С легкой руки Александра Никитина заполыхало пламя вечного огня. А митрополит Феодосий провел чин освящения мемориала. Полномочный представитель президента в ЦФО передал жителям Знаменского района слова благодарности и поклон от Владимира Путина за благое дело и обратился с трибуны к молодому поколению. У нас классная страна, классный президент и у нас замечательные ветераны. Берите с них пример. Берегите нашу родину. Через какие-то 10-15 лет вы станете у руля нашей страны. И как вы будете учиться, как вы будете жить и как любить будете нашу страну, зависит ее развитие. Я всех вас поздравляю. Огромное вам спасибо. Мемориал посвящен не только герою Ивану Богданову, но и всем разведчикам, которые вместе со всей страной ковали победу. На гранитных плитах 155 имен тех, кто погиб на полях брани за родину. Мы к этому шли памятнику 4 года. Это была мечта для того, чтобы сделать в таком маленьком селе такой великолепный памятник, на мой взгляд. Потому что мы работали, и он воздвигнут здесь за 5 суток. За 5 суток люди работали день и ночь. Я с ними в том числе. Почему? Потому что мы были одной идеей объединены, что для России дух превыше всего. Павел Иларионович Дряпин не смог сегодня не приехать из своего села в Даниловку. С 17-летним мальчишкой он ушел на фронт. Освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Сегодняшнее событие растрогало его до слез. Очень понравилось. Память, это память отечественной войны. Там прадеды, деды, отцы погибли. Вот пусть я ему говорю, кто местный житель. Приходите, поклонитесь. Я вот в Воронцовке один остался. А так сколько? 35 погибло. У нас вернулось 89 человек, а сейчас никого уже нет. Я вот один. Поздравляли со знаменательным событием жителей села и района творческие коллективы. Звучали стихи, музыка и песни военных лет. Этот мемориал воинам Великой Отечественной войны в Знаменском районе уже девятый. До конца года здесь откроют еще три. Ольга Сергеева, Владимир Моисеев, Александр Кобзарев. Область новостей. Во время своего визита полномочный представитель президента России в ЦФ Александр Беглов посетил не только Знаменский район. Где побывал еще и что увидел, мы расскажем вам в завтрашнем выпуске новостей.